Это сейсмическая станция. Точно такие же две установлены на Байкале. Прибор состоит из датчика и регистратора. Последний принимает сигналы, а затем преобразует их и записывает. После полученные данные аппарат передает в центр обработки. Прибор в короткие сроки прогнозирует приближение землетрясений и других сильных сейсмических событий. Способ разработали и запатентовали ученые из Института земной коры СОРАН. Сейчас аппарат проходит аттестацию и проверку. Еще две такие станции работают в полях на Камчатке. Там исследуют внутреннее строение вулканов. Такие работы стали проводиться с начала 2000-х годов, поскольку в нашем регионе образована была сеть сейсмических станций, цифровых сейсмических станций. Их использование позволяет как раз работать с большими массивами данных. И вот эта массива данных позволяет выделить сейсмические шумы, охарактеризовать их параметры и так далее, их изменения, самое главное. Байкальский регион, по мнению экспертов, считается тревожной сейсмической зоной, где довольно часто случаются различные опасные геологические процессы. Так, 9 декабря 2020 года произошло Кударинское землетрясение, одно из самых сильных за последние несколько лет. Его максимальная магнитуда достигала более 5,5 баллов. Специалисты зафиксировали 52 авторшока. Это землетрясение послужило отправной точкой для дальнейших исследований. На противоположном берегу в Бугульдейке ученые расположили пункт комплексного мониторинга опасных процессов. Его создали в рамках крупного проекта Миноборнауки, направили на поиск предвестников землетрясений и прогнозирование других опасных геологических процессов. Мы считаем, что перед землетрясением, за 10 дней до землетрясения, в микросейсмических шумах отразилась как раз подготовка вот этого землетрясения. Это медленные движения по разрыву перед землетрясением. Эти медленные движения, вот они как раз и вызывают и смену ориентации колебаний, и увеличение микросейсмического фона в 20 раз. Для более успешных результатов в качестве прогнозного параметра ученые предлагают использовать низкочастотные микросейсмические колебания. Запатентованный способ позволит в короткий срок определить время приближения сильного землетрясения и даже назвать место, где оно произойдет. Ученые говорят, что это открытие – большой шаг в развитии сейсмопрогностики. Малена Мартынова, Сергей Коваленков. Новости. Сейчас.